Мы находимся сейчас в совхозе имени Ленина. Сейчас всем уже ясно, очевидно, по какой причине Павел Николаевич получает сейчас от нашей власти, от действующей, по какой причине пытаются отжать этот замечательный совхоз. Я здесь была несколько раз поражена тем, что вообще существует еще в нашей стране то место, в которое хочется возвращаться, в котором приятно себя ощущать, в котором видишь, как мамочки гуляют с колясками, и у них по несколько детей. Они не боялись за свое будущее, за будущее своих детей и продолжение своего рода до того момента, пока судебное решение не вынесло ни в пользу совхоза. Я так понимаю, Павел Николаевич, что еще несколько судебных решений уже готовится. Нет, исков у нас очень много. Все эти иски, они не подкреплены законом, но, как ни странно, рейдеры выиграют все суды. Причем все эти суды в конечном итоге сводятся к одному. Они хотят обанкротить хозяйство, обанкротить, ну, меня-то понятно, но и помимо этого они еще предъявляют претензии таким образом, что хозяйство должно, налоговой инспекцией будет, по первому делу 200 миллионов рублей, 213 миллионов, по второму делу тоже очень крупная сумма денег. То есть фактически наше законодательство так написано, что пострадает прежде всего коллектив, хозяйство, ну и я тоже, соответственно, пострадаю. И это абсолютно незаконные судебные решения, которые в конце концов влияют на жизнь всего коллектива, и тех, кто с нами вместе, пенсионеров, детей, детские сады, потому что это все наши стопроцентные предприятия, они от нас очень сильно зависят. Банкротство совхоза привлечет со собой изменение жизни очень многих сотен людей, может быть, даже тысяч. Я так понимаю, что накажут как раз тех, кто за вас голосовал? Ну, не так. Они накажут... 9 миллионов человек наказать невозможно. За меня голосовали не только работники совхоза, и даже не столько, наверное, сколько огромное количество людей, которые поверили в нашу программу, в то, что можно изменить в России жизнь к лучшему. А они просто на нашем примере показывают, что вообще в России заниматься и политической деятельностью нельзя, и бизнесом по большому счету. Потому что... Давай так. Мы же в череде предприятий, которые были разрушены за последние 20 лет, последние пока. Да. А огромное количество хозяйств, сельхозпредприятий, заводов, фабрик, крупнейших промышленных предприятий, таких как ЗИЛ, АЗЛК. Ну, а где они? Города образующие. Да. А там же везде были трудовые коллективы, профсоюзные комитеты. Они обладали там детскими садами. Помнишь, какое количество пионерлагерей было вот таких вот предприятий? Все же это разрушено. И власть с усердием, который удостоен лучшего применения, продолжает разрушать основы страны. Потому что промышленные и сельхозпредприятия — это основы страны. Там работали... Вы же слышали, что президент сказал, что в СССР ничего не создавалось? Ну, подожди. Президент — обыкновенный человек. Он может ошибаться. И он ошибается. Он, кстати, сказал о том, что разрушение Советского Союза — это крупнейшая геополитическая катастрофа в мире. Так? Да. Ну, противоречит, получается. Подожди. Не в этом дело. Дело в том, что политики, такие люди, которые иногда говорят, сами не понимая, что в конечном итоге у них получается. Мы точно знаем, что Советский Союз — это не просто какое-то, ну, скажем так, такое образование, которое ничего не производило, а наоборот, все гордились. Помнишь, МАДА и НССР? Вот этот знак, который присваивался лучшим товарам Советского Союза и до сих пор пытаются использовать, потому что лучшая молочная продукция, лучшая, ну, самая качественная пищевая продукция — это была в Советском Союзе. ГОСТа? Да. Лучшие самолеты выпускались. Знаешь, например, машина «Волга» в 1958 году завоевала первое место на мировой выставке и была эталоном вообще автомобильной промышленности. Об этом мало кто сейчас вспомнит. А как вы думаете, что сейчас завоюет наш автопром? Какое место? Нет, автопром не знаю, потому что у нас теперь автопром — это Toyota, это Renault, это Nissan, это еще какие-то… Значит, у нас нет своего автопрома, ну, если не взять там КАМАЗ. Да и то, если ты сунешься в КАМАЗ, посмотришь, там, оказывается, очень много импортных деталей, которые, к сожалению, в России не производятся. Я знаю, чем может гордиться страна с точки зрения сельского хозяйства. Земляникой совхоза имени Ленина, молоком совхоза имени Ленина, овощами совхоза имени Ленина. Почему? Потому что лучшее, самое качественное продовольствие, а мы это знаем не понаслышке, вот мы, например, продаем молоко фирме «Эрман». Нам присвоили высшее европейское качество молока. К нам приезжают представители из ягодных союзов других стран, и считают, что наша земляника — это лучшая земляника по питательным свойствам, по составу, по количеству нитратов, которые у нас есть. Это лучшая ягода, которая производится в стране. И не только в стране, в мире. А, кстати, об этом. Можете ли вы сейчас торговать своей продукцией? Сейчас уже можем, но уже поздно. Ты понимаешь, какая дорогая яичка крестового дню? Получилось так, что когда у нас было там по 80 тонн сбора, нам не давали торговать. А когда у нас вот сейчас 3 тонны мы собираем в день, то нам дали торговлю, то есть в Москве, но уже поздно, потому что еще дожди. Сезон. У нас где-то около 400 тонн ягоды сгнило, ну потому что люди в дождь не собирают, они не могут прийти на работу, ну потому что под дождем вообще собирать очень сложно. И поэтому мы потеряли много урожая. Если бы мы получили разрешение на торговлю раньше, то мы больше бы собрали, по крайней мере, не было такой перезревшей ягоды, она бы не стекла, как это у нас принято говорить, то есть не сгнила бы на плантациях. Поэтому мы понесли убытки. Хотя, несмотря на это, мы все-таки план, я думаю, выполним, но уже просто по деньгам мы свой план не выполнили. Это, к сожалению, так. Павел Николаевич, если соберется даже этот миллиард, я думаю же, что на этом не закончится. Конечно, дело не в миллиарде, дело в другом. Дело в том, что мы хотим, чтобы нас поддержало большое количество людей. Понимаешь, когда 10 миллионов по 100 рублей, это более действенное, чем 1 миллион по 100 тысяч. И нам-то нужна всенародная поддержка. Даже не Грудинину, а коллективу. Потому что мы всегда были эталоном. Эталоном производства, эталоном жизни. Мы тоже видели территорию социального оптимизма, какие школы, детские сады, какие поликлиники. Не наводите на меня грусть. Мы строим. А вот знаешь, мы сейчас построили, и будем пускать в конце месяца бассейн. Такого бассейна нет нигде. Я тебе могу сказать, что Газпром такого не строил. А мы обыкновенное народное предприятие, которое производит сельхозпродукцию. Все говорят, где миллиарды Грудинина? Пойдем покажу. Вы мне показывали эти миллиарды. Пол миллиарда Грудинина, сейчас будут дети плавать там. И все жители всего нашего поселка. Слушайте, а как же тогда, куда вы делите офшоры за гран, вот эти вот все вклады? Самое смешное, что никаких офшоров не было. И об этом знают все. Как же, полстраны видела, что по Первому каналу сказали, что вы миллиардер, который вывозит, выводит деньги за границу. Слушай, полстраны видела по Первому каналу, что в Шиесе никто вообще не спорил с мусором. Ты понимаешь, полстраны у нас все время что-то видит. Но только потом оказывается, что везде это неправда, фейки. И потом они сами же с этим, значит, полстраны видела, что там какого-то ребенка на Украине распяли. Ну, слушай, о чем говорить? На самом деле, вот приезжайте в совхоз, и полстраны может увидеть. Я всегда говорю, слушайте, а если бы вот в период президентской кампании или в период после президентской кампании хотя бы один фильм, который снимала там, допустим, КПРФ про территорию социального оптимизма, про то, как мы живем, показали бы, сразу бы все поняли, что на самом деле никаких офшоров, никаких миллиардов. Ну, нельзя одновременно построить территорию социального оптимизма и одновременно вывести огромное количество денег за рубеж. Даже моя бывшая жена вдруг, после того, как ее юристы разобрались, переделала свои исковые требования и написала, что вместо миллиардов оказались там миллионы. И потом... Сократилось все-таки. Ну, конечно, это все. А поэтому... Но другое дело, что мы, например, подаем в суд, а наш этот великий российский суд отклоняет, например, мы не доказали в суде факт распространения и передачи Малахова. То есть, оказывается, этой передачи не было. Сускалова не дали доказательств, что эта передача была. А там были как раз вот эти миллиарды. Да, да. И поэтому нам отклонили наши исковые требования о том, что докажите, какие миллиарды. Там не было никогда этих миллиардов. А сказали, вообще этой передачи не было. Ее сняли с сайта Первого канала. Ее удалили, да? Удалили, да. Или там Россия 1 какой-то. А после этого вообще мы в суд проиграли. Хотя, на самом деле, вся страна видела эту передачу. Оказалось, что люди, которые рассказывали про мои офшоры, они имели такое мнение, но их собственное мнение это не клевета. Субъективное. Да, вот такое мнение у них. А что такого? Ну, сказали про офшоры. Доказать никто ничего не смог. Их действительно не было никогда. Слушайте, так и не надо, оказывается, ничего доказывать. Зомбирование населения ведь именно так и происходит. Первый канал федеральный. Раньше какие-то газеты, федеральные каналы в мою даже еще детство и молодость несли хоть какую-то правду. Главное, что они какую-то ответственность несли. И ответственность. Сейчас самое страшное другое. Что они не несут никакой ответственности. Потому что суды, к сожалению, принимают решения не по закону, не по правде, а по тому, как им позвонили сверху. И поэтому, если ты захочешь выиграть у любого официального государственного канала суд, ты проиграешь его однозначно. Даже если ты абсолютно докажешь, что они говорили неправду, они даже перед тобой не извинятся. Кто должен назначать судей тогда? Это же ситуация в другом. Это еще Геббельс говорил. Чем, скажем так, менее правдивая ложь, тем больше в нее верят люди. И вот эти ученики Геббельса, которые сейчас работают на центральных каналах, они это хорошо освоили. Поскольку у них нет ответственности никакой. Поскольку они точно знают, что их прикроют их хозяева. Они несут всякую чепуху. Помнишь вот эту фразу? А в Хабаровске пьяная погонь вышла. Слушайте, ну человек должен ответить за эту гадость, которую он сказал. А он ответит? Да никогда. Он же вышел и сказал, что он это сказал про несколько человек. Никого из Хабаровчан он не хотел обидеть. Выкручиваться потом. Да, слушай, ну это же понятно. И вот эти мои оппоненты, они не имели в виду ничего плохого, рассказывая про мой офшор. У них было личное мнение. Это не клевета оказалось. И судья отклонил все наши иски. И поэтому ты понимаешь прекрасно, что поскольку нет справедливого суда, кстати, вот ты же задавала вопрос. Мы же в своей программе, вот эти 20 шагов КПРФ, национальный полис, писали, что давайте сделаем суды действительно независимые и избираем их судей. Сделаем. Ведь есть же принцип не назначения судей, а избрания, если выборы естественно честные должны быть, потому что мы знаем, что такое выборы в России, мы с тобой это хорошо прошли уже. И тут надо сделать честные выборы и надо сделать избираемость судей, чтобы он отвечал не перед какой-то вышестоящей судебной инстанцией, а перед людьми. Кто поставил. Конечно. Тогда может быть, вот мы сейчас пытаемся судиться, у нас украли земельные участки, мы просто взяли решением суда, те участки, которые мы 100 лет обрабатываем, Пашем, вдруг ушли частному лицу. Причем это участки бессрочного пользования. Мы просили государство несколько раз нам передать это на условиях аренды или в собственность, как это положено. Нам отказывали. И вдруг приняли решение частному лицу передали земельные участки, которые принадлежат совхозу. Точно так же рядом ушли участки лесного фонда. Это государственные земли. Тем же самым образом решением суда. А рядом еще земли федеральные, федерального института садоводства, тоже решением суда они ушли в частную собственность. То есть воруют неприкрыто землю лесную, землю федеральную, нашу землю. Никто ничего сделать не может. Прокуратура ничего не видит. Следственные органы ничего не слышат. Судебные органы, потом главное, судья, который принял такое решение, через полгода ушел в отставку. И знаешь, где работает? У главы администрации округа. То есть это такая преступная группировка, которая в результате отжала государственные земли и после этого продолжает работать на муниципальной службе. Вот это же нонсенс. Но это же все видят. Почему ничего тогда не меняется, если это все видят? У нас ведь получается тоже слышали, что ушел губернатор Архангельской области и нашел себе более теплое место. Он теперь работает на заводе, директором. То есть он готов производить судны, пускать их на воду после того, как решил построить помойку на Шиесе. И он же тогда выдал тоже в прямой эфир на общее достояние. Сначала он обозвал людей Шелупонию, а потом он сказал, что Шиес — это Богом данное место для помойки. Это его слова. Эти же люди потом находят себе место и применение. Отрицательный отбор во власть. Но они своих не бросают. Ты знаешь, что... Конечно. А про нас не забывают. Своих не бросают, про других не забывают. Нет, ну а им как-то надо черпать ресурсы. Ты же слышала? Пандемия, скандалы, реальные доходы населения упали. На 3% повышается цена на газ. Это означает, что цена на все повысится. В том числе и на ЖКХ. Потому что на электричество она тоже должна будет повыситься. Потому что газ — это в том числе и выработка электроэнергии. То есть практически везде, во всех составных себестоимости находится цена на газ и на энергоносители. Ну как можно в ситуации, когда в стране и так тяжело, повышать... Мы говорили о том, что нужно снижать тарифы, особенно для населения, потому что оно нищее. Она не может... Бабушка уже плачет, не знает, где купить дров или как заплатить за газ. Везде эта проблема существует, а государство спокойно повышает цены на газ, потому что, наверное, бонусы. Условия пандемии создали такие... Я не знаю, даже мнимые, видимые для многих. Но, по крайней мере, я получила за своих двоих детей за это время 40 тысяч от государства. Это был бонус. Скажи мне, пожалуйста, что ты можешь сделать на 40 тысяч? Павел Николаевич, дело даже не в этом. Я вообще хотела сказать, что эти 40 тысяч были отобраны у тех, кто не получит пенсию вовремя. Нет, не знаю, где они... В бюджете достаточно много денег. Вот давай так. Бюджет, который выплатил тебе 40 тысяч, он профицитный вообще на самом деле, потому что это федеральный бюджет. Вопрос же в другом. Перейдя на удаленку, а ты же своих детей учишь? Конечно. И теперь, получается, в школу они не ходят, ты должна им купить компьютер, ну и что-то еще сделать такое. Я должна быть учителем для того, чтобы учить и иметь еще, и помимо этого, время. Получается, что тебе сказали, сидишь дома, от своих детей никуда не отходишь, начинаешь работать учителем, вот тебе 40 тысяч, ни в чем себе не отказывай, потому что на работу ты уже не выйдешь. В детский сад ребенка не отведешь из-за пандемии, поэтому тебе дали денег, 40 тысяч, а на самом деле нужно было дать 400, потому что если ты посчитаешь все свои расходы, связанные с содержанием ребенка, он в школе-то хоть как-то питался, там государство ему давало что-то, как-то... Горячие завтраки, да? Учители, учителя за ним смотрели, теперь получается, что они сидят у компьютера тоже. Но дело даже не в этом, дело в том, что, знаешь, можно делать какие-то подачки, да? А можно сделать по-другому. Государство может сказать, мы берем на себя, как это делало государство в других странах мира, государство, они сказали, мы на себя берем расходы, связанные с потерей дохода. Ну вот, допустим, ты работал на малом предприятии, ну не вопрос, пожалуйста, тебе выплатили там большую, каждый, по-моему, 1200 долларов получил только в Америке, и в Европе тоже все получили деньги. Помимо этого еще и продукты. Тогда не нужно на детей деньги давать, потому что ты обеспечил доход у главы семьи, у тех, кто работает. А если ты отобрал доход у всех тех, кто работает, а потом дал деньги на детей, то, скорее всего, они же не делят продукты, семья, я имею в виду, между детьми и собой. Поэтому можно было сделать по-другому, дать деньги родителям, ну, кстати, и детям тоже, и эти суммы, ну, на мой взгляд, они не покрывают расходов. Что такое 10 тысяч? Можно ли прокормить ребенка на 10 тысяч? Нет. Ни в каких причем условиях, тем более на севере, вы же сами понимаете, что тяжелее. У нас минимальный доход больше, чем 10 тысяч. Так же должен быть, да? Поэтому на ребенка, я, насколько понимаю, нужно денег тратить больше, чем на взрослого. Содержание ребенка, оно обходится дороже, чем взрослый человек. Ну, ладно, поэтому 10 тысяч хорошо, но 20 тысяч лучше. А 40 мало. Павел Николаевич, давайте, знаете, что мне вот очень интересно от вас услышать ответ, если все-таки совхоз разорят. Ну, к этому же все идет. Не дадим. Вы верите в то, что встанет народ? Нет, я верю в то, что народ совхоза встанет. Это точно. Но мы, во-первых, пытаемся сделать так, чтобы до этого не дошло. Хотя, конечно, уже вера в то, что есть справедливость и закон в России, у нас она, скажем, очень сильно пошатнулась. Но мы будем биться до последнего. Через судебные органы, через органы, там, правопорядка. Потому что мы там, ну, видим, что все, что сделано, это сделано в интересах рейдеров, но не в интересах трудового коллектива. А как можно биться через органы, с органами? Ну, давай по-другому. Все это началось больше, чем два с половиной года назад. Но, несмотря на это, они никак не могут разрушить совхоз. У нас такая система защиты была построена, что они никак не могут пробиться. Ну, и мы надеемся, на то, что мы еще столько же. Знаешь, как я всегда шучу, был такой у нас руководитель Хрущев, слышал, да? Да. Он говорил, что у нас с американцами только один спорный вопрос, земельный. Кто кого быстрее закопает? Мы надеемся, как Василий Мельниченко говорил, что наша главная идея пережить эту власть. Мне очень понравилось Мельниченко, когда говорит об этом, да, у него фразы достойные. Ну, и мы будем биться до последнего, надеемся, что что-то произойдет такое, что власть либо начнет поддерживать производителя, а не рейдера, который тут уже все разорил и теперь пришел к нам. И в конце концов поймет, что нужно не просто писать указы, а нужно делать так, знаешь, как там же в указе написано, что сделать успешным предпринимательство, дать ему возможность развиваться. и одновременно, и говорит, что нужно 25 малых и средних предприятий, и одновременно с этим предприятия разоряются, вот как наши, потому что это неадекватное решение суда может привести просто к банкротству предприятия. Ну, что, все не видят? Причем, Геннадий Зюганов вместе со своими однопартицами написал уже, наверное, огромное количество запросов, и все их читают, но отвечать не отвечают. Хотя там все ясно, что на самом деле это просто геноцид по отношению к предприятию, не только нашему, а ко всем народным предприятиям, которые еще остались живы. Я несколько месяцев назад... Это же геноцид не только по отношению к нашему предприятию, но вообще ко всему бизнесу геноцид. Нет, наверное, ко всему населению получается, во всех сферах. Ну, если по отношению к предприятиям, на предприятии работают люди. Да. И вот ты же слышала, может быть, вчера, когда был марафон, очень многие говорили о том, что вот две недели назад развалилось еще одно предприятие. Вот предприятие, которое производило троллейбусы, находится в тяжелом положении. Вот рейдеры пришли туда-то и гробят там последнее место, где можно найти работу там в каком-то маленьком городе. И это повсеместно. Зачем ставить перед собой и перед правительством задачу улучшения бизнес-климата, когда у тебя сейчас твои вот, ну, предприятия, которые, грубо говоря, несут золотые яйца, а мы, чтобы ты знала, были крупнейшим налогоплательщиком до недавнего времени Московской области. Московская область не самая бедная. У нас есть письма от губернатора, где пишется благодарность за то, что мы перечислили много налогов. вот с той сделки, которая сейчас признана как будто бы неправильной и якобы я нанес ущерб, было заплачено столько налогов вот этой фирмой, которая наша стопроцентная дочернее предприятие, что нам даже и им прислали такие благодарственные письма от губернатора, что мы такое количество, а теперь мы должны еще 200 миллионов налогов заплатить, вот абсолютно ни с чего, просто, потому что какому-то рейдеру захотелось разрушить наше предприятие, пропустить его через процедуру банкротства и на этом, поскольку процентура банкротства управляется этими же рейдерами и судами, сделать так, что земля окажется у них, а люди пойдут по миру, вот и все. В этом есть? Ну, я так, без политической подоплеки не обошлось, но это основные принципы государственного управления сейчас, им не важно, какие предприятия работают, им главное, не важно, какие трудовые коллективы сохраняются, им важно, чтобы сиюминутно кто-то получил, знаешь как, ведь можно разрушить любое предприятие, например, ради металлолома, вот ты смотришь на завод ЗИЛ, и кому хорошо от того, что он перестал работать вообще, или АЗЛК, или Серп и Молот, или вот там Владимирский тракторный завод, или тракторный завод Рубцовский, который Алтайский тракторный завод. Единоразово кому-то хорошо. Кому-то хорошо, кто-то быстро собрал металлолом, сдал его, выгнали всех людей, на этом месте, где вот я за период избирательной кампании я проехал много городов. Ты знаешь, как если стояло крупное промышленное предприятие в центре города, то его уничтожали и делали из него торговый центр. Или сносили все и строили дома, многоэтажки, потому что инфраструктура есть, тепло, электричество, вода, все это подведено, строю, не хочу, и получаю бешеные деньги. Если на периферии где-то предприятие стояло, то его просто разрушали, стоит такой остров, выбитые окна, значит, в общем, можно фильм «Сталкер» снимать, или еще как-то. Павел Николаевич, я живу в таком как раз месте, это поселок Савинский, там было градообразующее предприятие, цементный завод. Путин туда приезжал, сказал, что мы вас профинансируем, у вас будет реорганизация предприятия, договоримся с немецкими производителями, Штерн. Слушайте, блин, это было 10 лет назад. Я почему улыбаюсь, потому что вчера министр торговли и промышленности, или там промышленности и торговли называется, на самом деле уже торговля и промышленности, призывал немецких бизнесменов вкладывать деньги в Россию, что они будут тут защищены. 10 лет назад то же самое было. Вот они эту пластинку прокручивают, а нельзя поддерживать наши предприятия. Мы же всегда производили очень качественную продукцию, причем я всегда вспоминаю о том, что ты слышал, майские указы, теперь вместо майских указов теперь июльские указы, а там написано, что нужно построить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья. А это кирпич, это бетон, это цемент, это металлоизделие, металлопрокат. И где вы все это возьмете? Если вы гробите за один за другим все заводы. А как же Китай? Вот. И получается, что ты вот это видела, картинку через интернет, на Амуре бунт рабочих. Но они оказывается все говорят на иностранном языке. Это узбеки, таджики, а где же наши рабочие на Амуре, которые работают на Газпром, а Газпром не бедная компания. А отчего они вышли на улицу? Ну, там, громить это, потому что им зарплату не платили. А такая же история в Шереметьево, а такая же устроена в Лахтецентре. И получается, ну, как только ты начинаешь понимать, кто у тебя строит и что у тебя делает, а где русские-то сварщики, токаря, каменщики, бетонщики. Вот куда они все делись? Они все сидят где? Охранной фирмы? Или ушли в Росгвардию работать? Это страшная что на самом деле мужчина должен себя уважать, потому что он что-то производит. Результаты своего труда. Вот результаты труда коллектива совхоза Ленина ты видишь невооруженным глазом. Пришла и увидела вот эту школу, детский сад, это больница, это поликлиника, да, вот это миллиарды. А покажите мне, что вот эти рейдеры сделали, вот которые там Полихата на нас напал, там Рота Агро, Саблин, вот колхоз Горького рядом, посмотрите, что там творится, колхоз Лагомельча, те предприятия, которые захватил этот Полихата в Москве, что из них произошло? Ну хорошо, он угробил предприятие, выгнал трудовые коллективы на улицу, там сдал это в аренду или продал по кускам. И эти люди после этого ходят спокойно, дружат с властью, финансируют, ну скажем так, наверное, каких-то чиновников, в том числе судебного состава. Таких примеров огромное количество. Поэтому мы-то бьемся не за себя, получается, а бьемся вообще за производителя, за всю Россию. Ко мне вот только что приезжали фермеры из Краснодара, но они же тоже приехали не просто так в Москву, а рассказать, как судья Хахалева, который сейчас, слава богу, да, мы уже послушали. А дальше-то вопрос. А вместо судьи Хахалевой пришло какой-то другой судья, который будет теперь судить по закону? Вот у них уверенности нет. Потому что вся судебная система оказалась карательной по отношению к нормальному производителю, предпринимателям. Помнишь, в 2014-2015 году президент Российской Федерации рассказывая вот этим членам законодательного собрания, там, федерального собрания Госдумы и Совета Федерации сказал, что 200 тысяч предпринимателей взяли, отжали в них бизнес, даже не возбуждали голодные дела и после этого разрушили предприятия, а этих отпустили, не доведя. Предприниматели отпустили, не доведя до суда. Если бы он дальше сказал следующую фразу, мы всех этих правоохранителей, которые это сделали, найдем и призовем к ответу, а предприятия эти вернем этим предпринимателям, то это было правильное решение. А ведь ничего же не произошло. Не произошло. И поэтому вот опасность, ну мы, Федагин Андреевич говорит, что в Ленинском районе было 15 хозяйств, из них осталось одно. Мы последние, мы бьемся здесь, не сдадимся, но силы противника гораздо более сильны, потому что коррупция работает. Ну это же у нас любая система, Павел Николаевич. Вот вы говорите, что судебная система приходит один взамен другого и ничего не меняется. У нас же губернаторы меняются, один приходит взамен другого, а ситуация усугубляется. Подожди. Вопрос, как приходят губернаторы? Губернаторы приходят... Ставленники. То есть нет системы, то есть независимых выборов. Есть обязательно кто-то, которого послал обязательно Кремль, администрация президента, и он обязательно должен выиграть. А если он не выигрывает, значит, этот Ставленник Кремля, то тот, кто выиграл, ну такие как Левченко, как Коновалов, как Фургал, то они находятся под постоянным давлением и... Их накажут. Да. Рано или поздно их должны каким-то образом или через уголовное преследование, или просто вот как Левченко запрессовать так, через тех же этих СМИ, так называемых, пропагандистов, так, чтобы они сами сдались и убежали. И ушли. С пробегом. И это система отрицательного отбора во власть. Когда ты должен обязательно быть удобен, допустим, администрации президента, и ты... Не важно, что про тебя думает народ. Чем хуже, тем лучше. Вот эта вот ситуация с Дегтяревым сейчас, слушай, ну... Ясно было, что его не примут люди в Хабаровске. Конечно. что-то. Ну, несмотря на это, решение такое было принято, как будто они даже... Как это... Всем было ясно, что это будет конфликт. Всем, кроме администрации президента. Они так и послали его туда. И даже не важно, какой он человек, но ясно, что он человек чужой. Абсолютно точно. Поэтому у вас житель Архангельской области стал губернатором? У нас нет. У нас пришел сейчас в Рио, назначен, с Ненинского автономного округа. Он там был губернатором. Только он там говорил, что он против объединения, и тут же, переехав с округа в область, стал говорить, что он за объединение. А тот, кто встал вместо него в округе, говорит, что они стоят на краю пропасти. Слушай, подожди. Вот это самое страшное, когда нету честных выборов. Мы же с тобой понимаем, что если любой житель, ну такой более-менее известный в Архангельской области выйдет против вот этого ставленника, то, скорее всего, он выиграет. Но по документам он проиграет. У нас сейчас в сентябре прямые выборы губернатора. у нас еще в Архангельской области сохранено, когда люди могут прийти, отдать свой голос за того или другого человека. Так вот, сейчас у нас в Рио губернатор оставленник, но в связи с протестом на Шиесе был выявлен человек, который сейчас идет как народный губернатор. Мы так его и называем, да, вот как в связи с вашим был народный президент, у нас народный губернатор. Но дело в том, что практически все уверены в том, что он не пройдет даже фильтр. О! Фильтр для того и придуман, чтобы отрезать наиболее перспективных кандидатов. Понимаешь, власть сделал такую систему, которая, кстати, постоянно меняется. Удобную. она делает систему, к ним как-то приспосабливаться начинают люди, она переделывает ее. Слышала теперь три дня голосования. Семь. сейчас по закону, можно голосовать где хочешь, на пеньках, где угодно. В туалете. наиболее, поэтому вот эта система, это знаешь, как ты, у нас две команды, например, мы выходим играть в футбол, и вдруг приходит человек, который говорит, а мы вот той команде решили играть руками. То есть, в определенный момент, хватил мячик и пробежал. Поэтому новые правила. Ты готовишься к одному, а вдруг появляются другие правила. А тебе только на грани. И они, вот знаешь, у нас в стране очень удивительно, ни одни выборы, следующие, не проходили по тем же условиям, что предыдущие. Все время меняется избирательное законодательство. Появляются фильтры, появляются там какие-то квоты, появляется еще что-то. Появляются новые условия подсчета голосов. Хорошо стали, раскусили, как этот электронное, то есть, это голосование через эти КАИБы. Тогда сразу сделали электронное голосование. И все время какие-то новые, новые, новые методы. И все время эти методы не успеваем и вроде как среагировать. Но, что показала вот эта история, что всегда будут голосовать за своего. Не за московского варяга или еще какого-то, за своего. Поэтому нужно сделать фильтр, который пройдут вот эти ставленки или там люди, которых нашли и вроде как привезли. А вот те, которые действительно могут выиграть выборы, они не пройдут этот фильтр. Или потом им начнут рисовать голоса, как это вот случилось в Приморье. Они же признали выборы недействительными. Правда, ни одного председателя избирательной комиссии, который фальсифицировал выборы, это было доказано, не наказали. Не наказали. Не наказали. То есть, сказали, ребята, вас вас всегда прикроют. у нас закон как вам закон, а остальным все. Поэтому это же история, которая имеет только один конец, судя по всему. Поговорим по правкам в Конституцию. Слышали, как округ проголосовал в большинстве своем против этих правок, и это официально задокументировано? Какой округ? Ненинский. 60 чем-то процентов проголосовало против правок, и это единственное вообще место в России, где признали и показали даже на федеральном уровне. Подожди. Первое. Я думаю, что это не единственное место в России. Нет, я имею в виду... Подожди секунду. Вопрос же в другом. В этот момент у вас менялся губернатор. Нет, нет. Это округ. Это разный. Там поменяли руководителя. Я так понимаю. Ну, чуть пораньше получается прислали. Ну, еще раз. в тот момент вот я гарантирую, что если бы в Ненецком автономном округе остался тот, которого прислали вот там, то там была бы другая история. Они отчитались бы по-другому. Там, знаете, наверное, в чем больше смысл? В том, что округ сам по себе малочислен, и практически все пришли голосовать, подделать было тяжело в тот момент. Ну, не знаю, может быть, может быть, может быть. Как вы к правкам к этим относитесь в Конституцию? Да я считаю, что они только ухудшили Конституцию, а не улучшили ее. Потому что противоречия теперь прям записаны прямо в Конституции. Один пункт противоречит другому? Конечно. Ты на самом деле в любом случае мы с тобой увидим, надеюсь, что мы доживем до этого, что как только будет меняться власть, сразу будет разговор о том, что Конституция должна быть переписана. Почему? Потому что не может быть в одном правовом документе противоречий таких очень ярко бросающихся в глаза. Серьезно. Но я всегда говорю так, Конституция, какая бы она ни была, она должна исполняться. Вот предыдущая Конституция, которая теперь вроде как ушла уже в небытие, где было записано бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, свобода собраний, свобода совести, в том числе и независимые суды, и справедливая система выборов, избирательная система. А она что, действовала, эта Конституция? Она была хороша, да? Подожди, а она действовала? Да нет, конечно. Ну и поэтому вопрос буквы закона и духа закона, на самом деле. Мы же, в том числе, там по этой Конституции было написано, что нельзя принимать законы, ухудшающие жизнь людей. А сколько таких законов было принято? Та же самая пенсионная реформа, это что, улучшение жизни людей? С точки зрения правительства, да? Поэтому Конституция, это не просто документ, его надо еще и исполнять. А сейчас появилась возможность не исполнять вообще. Местная власть, хоть отделена от государственной, записана в одной статье, а теперь оказывается, в публичной власти, теперь так все перекрутили. Конституционный суд теперь у нас можно всех судей снимать. Так ли? Вот. Как лишь тут независимость судов. Ну и все остальное. Поэтому, слушайте, спор прошел уже о чем? О том, что Конституцию надо переписывать и делать ее более социальной, социалистической, а не буржуазной. А ее сделали не только, они просто теперь сделали ее абсолютно невыполнимой. Потому что, если ты выполняешь одну статью Конституцию, то нарушаешь другую. Согласна. Павел Николаевич, давайте, хотелось бы от вас услышать, может, какие-то слова поддержки защитникам Шиеса, все-таки ничего еще не закончилось. Во-первых, я хотел выразить восхищение защитниками Шиеса. Люди, некоторые начинают борьбу, но не заканчивают, то есть, ну, сдаются. А защитники Шиеса, на мой взгляд, скажем так, пришли к победе. Ну, может быть, к временной, но к победе. Им удалось сделать то, что многим не удается. Добиться того, чтобы их голос был услышан и заставить считаться с собой. Это очень большое дело. Вот сейчас, то, что сейчас в Хабаровске творится, я думаю, что Шиес, это было начало. Но ты же сама говоришь, что враг не дремлет. И сейчас они приостановились. Временное затишье, конечно. а потом они пройдут выборы в сентябре, и может начаться совершенно другая история. Потому что, к сожалению, наша власть не слышит людей вообще уже. Оно просто оглохло. Ну, да. И делает то, что им выгодно, ну, даже не так, не им выгодно, а каким-то олигархическим президент опубликовал. Там же написано, что в течение 10 лет нужно добиться того, чтобы все 100% отходов были переработаны. А какой смысл возить непереработанные отходы? Ведь на самом деле ни одна страна мира не заставляет один регион получать мусор от другого региона. А то, что было сделано, например, французы возили, по-моему, в Алжир этот мусор, потом прекратили, потому что сказали, слушайте, а вы чего? Со своим мусором разбирайтесь сами. Это основной принцип. Да, ну да, это стоит денег. Московский мусор должен перерабатываться в Москве. И, по-моему, никто же не везет из Швейцарии мусор перерабатывать во Францию или наоборот. Или из одного региона в другой. Из одного штата в Америке в другой штат, чтобы мусор возить. Поэтому я считаю, что если вы писать майские указы, нужно писать так, что каждый регион со своим мусором разбирается сам. Невозможна перевозка, а это экологически все-таки опасное вещество, невозможна перевозка с одной территории на другую. Потому что, например, для того, чтобы перевезти животное, ведслужба не даст тебе разрешения на перевозку обыкновенной свиньи из одного региона в другой. А вот мусор оказывается водить можно. Логика в этом, на мой взгляд, вообще отсутствует. Но тут первое, главное, это все-таки экология, это прерогатива федеральной власти. Именно она должна положить через свои документы, через свои законы конец вот этому безобразию. Вот. Я считаю, что Москва, имея такой огромный бюджет, может справиться со своим мусором сама. Совершенно спокойно. И сразу проблема у многих регионов, которые пытаются, скажем так, забрать у них деньги, но привезти мусор, они сразу пропадут у многих регионов. Мусор и перерабатывающие заводы не так и сложно построить, зная технологии. По какой причине мусор не перерабатывается и даже не сортируется, как вы думаете? Я уверен в том, что это везде нужно искать, кому это выгодно. Вот этой мусорной мафии, которая захватила и полигоны, и потом вот это все, им просто выгодно. Ну, зачем же тратить деньги на переработку, а это дорогостоящая все-таки вещь. Это тоже в конце может принести деньги. Когда можно просто, знаешь, закопать, вот они раньше закапывали все в оврагах, засыпали, а теперь сказали, слушай, еще лучше отвезти куда-нибудь. Есть еще и болото. в болото. и пускай там люди мрут. Вообще, на самом деле, это слабость государства, потому что вот это олигархическое, криптократическое государство, чиновники, им не важно, что о них подумают люди, потому что они не зависят от избирательной системы, не зависят от выборов, они зависят только от одного, как на них просмотрят сверху кто-то, а вся эта верхушка, она связана с олигархами очень сильно. И получается, что то, что нужно олигарху, например, вот давно уже никто не грузит уголь открытым методом, да, все закрытым, а в находке вот такой за день выпадает вот столько пыли угольной, которой дышат дети. И ничего сделать с этим нельзя, потому что олигарху с чиновниками, которым прислуживает, выгоднее, чтобы все дышали этой угольной пылью, но зато открытый метод гораздо дешевле, чем закрытой перевалки угля. В другом месте кто-то решил построить там никель. На самом деле вот эта ситуация с Хопром, она тоже очень известна. А зачем нам столько никеля, чтобы отвезти куда? За рубеж. А кто будет за это расплачиваться? Жители этой территории своим здоровьем. А какая разница? Ну и бог с ним. Потому что нам нужно продать больше никеля. Кому это приносит прибыль? Олигархам. Все. И получается, что у нас в интересах олигархических группировок страна, кому выгоден вывоз такого количества леса из Сибири. Всем известно, что точно не людям. Да, 10 человек, которые правят всем миром. Поэтому нам нужно менять систему. Я почему опять вернусь к тому, что мы-то говорили о конституции, о том, что недра принадлежат народу. Народ это выбирает президента, губернаторов, выбирает тех, которые работают на народ. Вчера в ходе марафона кстати выступала Наталья Шепшукова. Во-первых, хотелось бы сказать, что в марафоне вчера участвовали те люди, которые раньше даже между собой не общались. Вот как раз эта повестка по поводу совхоза объединила таких людей, которые раньше друг друга обвиняли, кто в проплаченности, кто я красный не пойду за белого, я белый не пойду за красного, я зеленый, я вообще с этими возиться не хочу. Но вчера эта повестка все-таки дала людям возможность объединения. Они увидели единую цель и забыли про свои политические распри. И вот Наталья вчера Шепшукова в ходе диалога сказала очень хорошую вещь, как Мельниченко, как выдаст, так выдаст. Она сказала, Конституция в принципе очень хорошо написана, и это замечательная книга, там все было грамотно, но она просто не действует. Нам надо прийти к тому, что любой закон должен действовать в обе стороны. Как в сторону власти их должны наказывать за неправильное отношение к народу. У нас люди, которые сейчас во власти, они могут запросто сказать, что кушайте макарошки, они не дорожают. И? И все. И они за это не снимут их с должности, у них не заберут зарплаты. И? Это говорит о том, что не действуют законы. Все прекрасно понимают, что законы в России не действуют, потому что действует другая система. Если, например, тебя ударил полицейский по голове дубинкой просто так, то ему за это ничего не будет. Но если ты кинул пластиковый стаканчик в сторону полицейского, то тебя могут посадить не только на 15 суток, но вообще на много-много лет. Уголовный срок, да. Вот и все. И поэтому вот это вот моим все остальным закон это действует. Но действует это странным образом, потому что с закона некоторые действуют, даже еще их не придумали, они уже начинают действовать. Вопрос же в другом. Люди принимают законы для того, чтобы жить по каким-то правилам. А у нас уже правил нет. Потому что по отношению к тебе могут совершить любое насилие, и ты не сможешь добиться правды в суде. А по отношению к, скажем так, к преступникам никакого закона не существует. Вопрос теперь в другом. А что с этим делать с счастьем? Ну, с счастьем в кавычках, конечно. Вот мое личное мнение, что должен действовать народ, что каждый из нас должен понять, что мы можем изменить эту систему. Мы не должны искать лидера, за которым мы пойдем. Знаешь, есть такой великий человек был, Владимир Ленин. Он говорил, что должна создаться революционная ситуация, когда вверхи не могли и нельзя не хотеть. И эта ситуация, судя по всему, создается. Потому что ты говорила очень интересную вещь, и чиновники об этом пока видят некоторые, но пока этого не боятся. Произошло объединение совершенно разных противоположных иногда группировок, групп людей. Потому что все понимают, что перед общей опасностью нужно объединяться. Это всегда было в России, когда война, какая-нибудь неприятность, климатическая другая катастрофа. То люди начинают объединяться. Сейчас происходит то же самое. Посмотри, какое количество совершенно разных людей вышло в Хабаровске. Да, конечно. Против кого они объединились? Против действий власти. Против наплевательского отношения к обычному народу. Тираты видела, что всех уже достало, что предприятие, которые делают все для людей, не только наши, вообще все оказываются в ситуации, когда их две минуты по одному звонку можно просто уничтожить. Трудовой коллектив можно выкинуть на улицу. И тебе за это ничего не будет. и это накапливается такая отрицательная энергия, которая приведет либо к взрыву, либо ее нужно направить в какое-то позитивное русло. Что такое позитивное русло? Можно сказать, слушайте, давайте не будем уходить больше на улицу, а проведем внеочередные выборы, распустим Госдуму, проведем выборы всех губернаторов, но сделаем это честно. Вот например. Вы верите в это? Подожди, я говорю о том, что можно сделать. И таким образом спустить пару в население, которые на самом деле уже достали все без исключения. А после этого провести реформу. Какую? Ну вот предложение той же КПРФ. Все недра отдать народу. Провести национализацию природных богатств. Скажите, все, олигархи хватит уже, закончили. Вы там заплатили 300 тысяч за завод, а теперь мы вам отдаем эти 300 тысяч, идите, а государство опять возьмет к себе электричество, газ, нефть, ну и все остальное. И будет на эти деньги поднимать пенсии, выплачивать бюджетникам нормальную достойную зарплату, ремонтировать больницы, школы оснащать, туалеты теплые строить. У нас одна треть населения ходит в нашей, скажем так, не самой лучшей по климатическим зонам стране, ходит в холодный туалет, бегает на улице. И после этого сказать, давайте начинается новая жизнь. Да, правительство народного доверия, новые законы, которые позволяют привзывать к ответу любого. Полицейский, например, пошел против закона, и он должен ответить. Прокурор вдруг взял, обогатился, непонятно, не может объяснить, откуда у него доход. Все, доход государства, полицейского из органов выкинуть или прокурора. И если это начнется, то народ постепенно получит возможность влиять и понимать, что страна начинает возрождаться. Ведь, давай так, маленькая и очень коррумпированная страна Грузия с коррупцией разобралась очень быстро. Нам, поскольку мы большая страна, нужно больше времени, но мы должны начинать с этого, с чего-то. Но, опять же, дорогу осилит идущий, для этого нужно какие-то вещи произвести. Я почему всегда беспокоюсь о совершенно бездарной нашей власти, потому что он даже не понимает, что делать. Вот как человек сидит и пилит сук, на котором сидит, и она вот... С упорством идиота делает... потому что, ну, понятно было, что нужно делать как-то по-другому, не так в Хабаровске, как они это сделали, они же только ухудшили ситуацию. Конечно. Это вот, на мой взгляд, очень такая нехорошая тенденция. Мы надеемся, что во власть приходят умные люди, а там какой-то отрицательный отбор. Там какие-то странные решения, которые приводят к социальному напряжению, а потом не... Потому что когда, знаешь, как у нас говорят, что бить будут не по паспорту, а по морде. Куда вот этот выхлестниться вот это недовольство никому уже неизвестно. То ли начнут машины сжечь, там, витрины бить, там, кого-то гоняться за кем-то. Ведь много же в революцию 17-го года пострадало невинных людей. Вот только на нем мундир был, например, полицейского, и его вишали. Такое тоже было, но не в 17-м, позже, в 18-м, по-моему, году. И священники, они пострадали абсолютно, потому что, ну да, верхушка священнослужителей тогда в то время обогащалась. А как сейчас? А простой-то священник был не виноват, а его там вместе со всеми волокли и там, допустим, всячески репрессировали. Все повторяется? Вот, к сожалению, это такая историческая спираль. Знаешь, что все развивается по спирали? И мы вошли вот Хотелось бы выйти из этого матка-витка. Это надо понять, что для того, чтобы выйти из этого, ну, скажем так, без потерь в стране, нужно вовремя совершить какие-то действия власти. Пока я не вижу, честно, что мы сделали работу над ошибками, не мы конкретно, а власть. Сегодня вот Геннадий Андреевич, опять выступая в Госдуме, сказал, слушайте, но все равно неизбежен левый поворот, ну, или там построение социального государства. Ну, потому что нельзя все время угнетать людей. Рано или поздно они восстанут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok